Доводилось ли вам, листая, например, ленту Инстаграма, встречать множество невероятных историй похудений? За одну минуту мы видим путь от десятков лишних кило до кубиков пресса, и кажется, что это так легко! Просто взял, собрался и бац, готово! Была толстушка в коммуналке, а стала фитнес-бизнес-тароу, успешная львица в башне-сити! Жизненно, да? На самом деле, конечно же, все не так просто, и за этими короткими видео стоит огромная работа! Сегодня мы расскажем о том, как такие сторис выглядят на самом деле. Этот выпуск – это не только инструкция, как избавиться от лишних килограммов и прийти в моделинг к добротным гонорарам. Итак, надеемся, что вкусная еда уже приготовлена, и про ароматный кофе вы не забыли. Вы на канале Фит Старс, а впереди вас ждут три невероятные истории из толстяков в модели. Мы начинаем! История нашего первого героя началась как раз из-за денег. Вы, наверное, подмечали, что много работы не всегда равно больше заработка. Вот и наш герой попал в эту ловушку крысиных бегов. Знакомьтесь, Гвилем Пью. Офис прямо дома рядом с кроватью и холодильником – супер затея. Проснулся с утра, а ты уже на работе. И до кафе, то есть до кухни, далеко ходить не надо. Экономия во всем огромная. Но наш герой не учел тот факт, что сидячая работа с малой подвижностью – не самый лучший вариант. В погоне за стабильным доходом он забыл про свое здоровье, да настолько, что набрал 127 килограмм. 127, только представьте! Уверен, что многие из вас сейчас в лучшей форме. В то время я был довольно полным, потому что работал по 12 часов в день и практически не выходил из дома. Рассказывал потом он. Наверное, из-за того, что Гвилем родился в семье музыкантов и с детства увлекался этим искусством, неудивительно, что вместе с другом они создали фолк-кантри-группу, которую назвали The Magic Roster Brothers. Узнав про данный факт, парикмахер предложил ему отпустить бороду, что улучшило сценический образ. И забегая вперед, этот шаг повлиял на его успех. Может, нужно просто отрастить бороду, чтобы похудеть? Итак, нашего героя не устраивала сидячая и малоподвижная работа по 12 часов в день и его излишние килограммы. Начались серьезные проблемы со здоровьем, что означало либо сейчас, либо никогда. Первые шаги в трансформации от толстяка к модельной внешности Гвилема Пью стали происходить, когда он решил сесть на диету, которую в дальнейшем он превратил в привычный для себя рацион дня. Однако наиболее эффективным средством стало решение прекратить работать без остановки. И, о чудо, это был самый лучший подарок для его организма. К цели поправить здоровье он шел почти 5 лет. Немалый срок, за который пришлось реально попотеть. Правильное питание, силовые нагрузки и лечение опорно-двигательного аппарата сделали свое дело. Представляете, насколько это было сложно? А густая рыжая борода по итогу дополнила образ красавчика. А потом он регистрируется в Инсте. И вот тут начинается самое интересное. «Именно там меня заметили и вскоре избрали для коллекции уэльского дизайнера Натана Палмара 2015 года. Тогда я получил огромную дозу уверенности. До этого я был довольно застенчивым». Говорит Гвилем Пью. Его снимают в рекламе, печатают в журналах, он много путешествует и увлекается фотографией. Благодаря усердной работе над собой Гвилем Пью стал популярен. Его успех смогли заметить. Он изменил подход к работе, полностью преобразился и поправил свое здоровье. Ну что же, пожелаем нашему герою удачных кадров, успешной карьеры и переходим к новому, тоже бывшему Толстячко. Путь этого парня был поистине печален в начале и стал удивителен в финале. С детства он любил покушать далеко не самую полезную пищу. Такую как сэндвичи, картошку фри и по классике запить это все сладенькой газировкой. И все было бы прекрасно, если бы не проблема с ожирением от высококалорийной еды. Кстати, а вы знаете тех удачливых людей с быстрым метаболизмом, которые поглощают горы сладкого фастфуда и не толстеют? Такие ребята и их генетика уж точно заслуживают жирного лайка. Пусть хотя бы у них что-нибудь будет жирное. Итак, такое питание нашего второго героя, естественно, привело к набору веса. Его одноклассники не отличались, видимо, хорошим воспитанием и постоянно издевались над пухляшом. Да так увлекались, что это стало носить повсеместный характер. Остина просто травили. Вообще, в школьные годы дети довольно жестокие и еще не знают, что такое толерантность и уважение к другим. Из-за стресса он стал прогуливать школу, запирался в подвале своего дома, играл в видеоигры, заедал свой стресс и все больше набирал вес. Но однажды, встав на весы, он с ужасом обнаружил, что набрал, как думаете, сколько? Нет, не 100 и не 150, а целых 174 килограмма! Переживания со временем прошли, но осадочек от издевательств водоклассников остался, и наш толстячок стал действовать решительно. Он вооружился, точнее, взял на вооружение советы любимой, всегда его поддерживающей бабушке, которая испытала на себе диету Аткинса. По ее наводке парень стал сбрасывать вес и похудел на 35 килограммов за три месяца. Если хотите подробный обзор на диету Аткинса, то пишите в комментариях. Но помимо питания, впереди было самое страшное – пойти в спортзал. Тот самый, который иногда посещали его школьные ровесники. Столкнуться с новой порцией издевательств он по-прежнему невыносимо боялся. Решение было найдено – ночные тренировки. День за днем, то есть ночь за ночью Остин шел к своей цели. И благодаря поддержке близкого человека, диете Роберта Аткинса и своей силе воли, наш герой добрался до страниц модных журналов, а потом и до съемок в рекламном видео. Вот что советует Остин после преодоления термистого пути диеты и похудения. Худеющим людям нужно отважиться на первый шаг к новой жизни и не бросить начатое, несмотря на трудности, а все остальное приложится. Молодец, Остин Шифлет, так держать! А мы продолжим наш обзор и плавно переходим к заключительному примеру. Только скажите для начала, вы знаете такую игру Netball? Может, есть предположения? Я дам несколько вариантов, а вы поставите цифру, которую посчитаете верной в комментариях. Договорились? Игра без мяча, поэтому и называется Netball. Игра с мячом, привязанным на веревке. Или это игра, похожа на баскетбол, но только для женщин. Netball – это разновидность баскетбола, додуманная для прекрасной половины человечества. Для того, чтобы все желающие могли участвовать в игре. Ведь не все девушки обладают высоким ростом и должной физической силой. Признание почему-то получило не в Канаде и США, а в Англии. Там же и название – Netball. Она быстро распространилась по Великобритании, а потом по миру, попав в начале 20 века в Австралию. После краткой исторической справки про Netball мы переходим к долгожданному заключительному толстячку. Наша следующая героиня родилась в Окленде, что в Новой Зеландии, и училась в школе для девочек, где как раз и был популярен этот вид спорта. Но вес в 95 килограммов очень мешал достижению лучших результатов. Именно для улучшения своих спортивных достижений она и решила похудеть. И за два года сбросила 36 килограммов. Перешла от индекса массы тела 2932, который был близок к классификации как ожирение, до индекса массы тела 18, что на тот момент ставило ее ниже черты здорового диапазона. Внимание! Мы не призываем к экстремальному сбросу веса в ущерб здоровью. Коли Роуз Эмери начала свою международную модельную карьеру на показе Прада в 2013 году, а затем стала работать с другими модельными домами, такими как Шанель, Марко Джейкобс, Мью Мью и Валентина. Она также снималась для редакционных гигантов ID, WSJ, британского, немецкого и российского ВОУК и участвовала в косметической компании Шанель. И все было бы просто прекрасно, если бы не одно большое «но». Из-за экстремального сброса веса у нашей юной модели появились проблемы со здоровьем. «Мне никогда не ставили диагноз, но я уверена, что у меня было расстройство пищевого поведения. Я много боролась с этим. В 16-17 лет мне не нравилось, как я выглядела, иначе я бы не сидела на жесткой диете и не заставляла свое тело делать то, чего оно просто не хотело». Она на время приостановила свое сотрудничество с модельными агентствами и стала заниматься здоровьем. Однако изменения в индустрии моды и тут сыграли на руку Холли. Теперь она успешная плюс-сайз модель с хорошими гонорарами. «Чем вы любите заниматься в свободное время?» – спросили ее на интервью. «Я люблю печь, все что угодно, от тортов до пирожных. Мне нравится читать, слушать музыку, гулять со своей собакой и проводить время со своими друзьями и семьей. Просто обычные подростковые вещи». Вот такая звезда подиума с добрыми человеческими чувствами. Пройдя этот сложный путь трансформации и издевательств над своим телом в виде экстремальных диет, наша героиня пришла к идеальному балансу для своего тела и для себя. Это подтверждает мысль о том, что во всем нужна мера. Поэтому очень важно заниматься спортом и соблюдать правильное питание не в ущерб здоровью. Друзья, если вы вдохновились нашими героями, а в зал по каким-то причинам пойти не можете, то классную и здоровую физическую форму проще всего получить, не выходя из дома, на fitstars.ru. Там вы найдете топовые программы с видеотренировками для любого уровня подготовки. Просто включаешь видео, повторяешься тренером и худеешь. И, конечно же, не стоит забывать про правильное питание. Переходи по ссылке в описании, не забудь промокод на скидку и становись лучше вместе с нами!